Съездите в село после принятия кодекса. Такую рекомендацию от спикера Мажлиса сегодня получил глава Минэкологии Макзум Мирзагалиев, когда представлял в палате в первом чтении проект нового экологического кодекса. Норму о декларировании животных как загрязнительной окружающей среды не смог внятно аргументировать и вице-министр сельского хозяйства Руслан Манатаев, который по его собственному же признанию пришел в ведомство из IT-сферы с дипломом экономиста-международника. На это Нурлан Нигматуллин заметил, цитата, «Но все понятно, будучи международником, откуда им узнать, где коровы, где лошади, где курицы?» Конец цитаты. Сейчас готовится материал Мольдер Абдуалиевой, как раз на эту тему она следила за ходом дискуссии. Мольдер, ты в эфире? Мольдер, тебе слово. Добрый день, Мария. Макзуму Марзагалееву, скажем так, достается от мажоресменов не в первый раз. Причина в некоторых нормах проекта нового экологического кодекса. Например, один из пунктов гласит, что загрязнитель окружающей среды сам будет платить за ее восстановление. К источникам загрязнения отнесли и животных. И вот здесь, как говорится, вся соль. Разработчики считают, что декларировать это самое воздействие на окружающую среду должны не только владельцы крупных, но и мелких животноводческих хозяйств. К примеру, житель села, имеющий одну курицу, должен задекларировать ее. Тогда власти смогут оценить, наносит ли она вред экологической среде. Эта норма написана не для людей, заметил спикер Мажелиса Нурлан Нигматуллин и посоветовал главе Минэкологии поехать в село. И тут больше вопросов возникло даже не к Минэкологии, а к Министерству сельского хозяйства. Но вице-министр МСХ не смог на них ответить, поскольку в это ведомство он пришел из IT-бизнеса. Кто у нас, кстати, из Министерства сельского хозяйства? Руслан Манатаев. Кто? Руслан Манатаев, вице-министр МСХ. Ну а вы как могли завизировать в Министерство сельского хозяйства такой документ? Они не читали. Может быть и не читали. Мы согласны, будем дорабатывать эту норму. А вы давно работаете в Министерство сельского хозяйства? Два месяца. А вы откуда пришли туда? Я отвечаю за цифровизацию. Вы откуда пришли в Министерство сельского хозяйства? Я из бизнеса пришел. Из какого? Сельскохозяйственного? Нет, телекоммуникация, IT. Специальность? Экономист международники и инженеров по автоматизации. Ну, все понятно. ИНДУ, международник полганагин, кайдам блед. Сир гайда, жилха гайда, таук гайда. Также депутаты поручили пересмотреть штрафы для предприятий, которые обязаны внедрить наилучшие доступные технологии для защиты экологической среды. В случае исполнения требований на 70% владельцы получат не штраф, а целый год для завершения начатых работ. Аможелисвумен Гульнара Бижанова обратила внимание на то, что в предлагаемом проекте исключена экологическая экспертиза для объектов третьей категории. Это АЗС, котельные, промышленные склады, цеха, фабрики. Бижанова предложила сохранить эту норму, а значит проверку для перечисленных объектов. Акзума Раджи, хотелось бы понять, суть вопроса такова, что вы сейчас отвечаете, что разрешение будет зашито, экологическая экспертиза будет зашита в разрешение и оставим на уровне декларации. Мы бы согласились, если бы объекты третьей категории были бы все примерно, как вот приведенный пример с курами. Разговора нет, тоже объект третьей категории. Но речь идет о производстве химических материалов. Тут целый перечень, Нурлан Заверлевич, предусматривает. Я смотрел, там станции технического служения. Одни только автозаправочные станции опасности. Сотни предприятий. По Спасскому шоссе ехать, птицефабрика 15 километров, вы окно не откройте, пока не проедете. Так же? Министр экологии со всеми замечаниями согласился, а мажористмены дали задание разработчикам кодекса провести работу над ошибками до второго чтения. Но на сегодняшнем первом чтении, несмотря на все нарекания, депутаты все же одобрили проект экологического кодекса. Мария? Спасибо, Мольдер.